В синий угол ринга А ну что ж, другие друзья Другие друзья И дорогие друзья У нас главные события сегодняшней программы Поединок в среднем весе Хавьер Франциско Масель против Артема Чеботарева Хавьер Франциско Масель по прозвищу Зверюга Ла Бестия Аргентинец, опытный, жесткий Человек, который боксировал за звание чемпиона мира Против Дмитрия Пирога в свое время В Екатеринбурге Красный угол ринга Встречайте его, соберника Артем Чеботарев Ну и Артем Чеботарев Российский проспект 30-летний, небитый, высокий Метр 85 А рост у него Пять победных боев Четыре раза выигрывал Артем Чеботарев нокаутом И второй поединок для Артема Чеботарева В Екатеринбурге Нужно отметить В сентябре он бился Точнее второй поединок на Урале Поправился, поправлюсь В Челябинске он бился в сентябре Победил бразильца Кармелиту Дежесуса очень быстро И вот теперь бой в Екатеринбурге Карьеру профессионала начал в январе С семнадцатого года Выступал в Латвии Выступал в Испании В родном Саратове выиграл Улнуху Лаваля по очкам в нестераундовом бою И теперь в Екатеринбурге Дамы и господа, представляю вам судейскую бригаду титульного поединка Дамы и господа, официальные поединка Судьи, джеджи Бен Сейковач, Хунгари Йорк Милки, Джамини Дмитрий Болдырев, Россия Хронометрист, таймкипер Татьяна Баринова, Россия Рефери Виктор Панин, Россия Супервайзер WBO Сергей Хурсанов, Россия Представляю вам участников поединка And now the Boxers И в синем углу Боец из Аргентины, город Буэнос-Айрес Ему 34 года Рост 170 сантиметров, вес 71 килограмм, 750 граммов Профессиональный рекорд 40 боев 33 победы, 23 одержаны нокаутом 7 поражений Экс-чемпион WBO Latino And the Blue Conor, the fighter from Buenas-Айрес, Аргентина His professional record 33 win, 23 he won by an account 7 lost, please welcome Хавьер Франциско Массиэль Его соперник в красном углу Боец из России, город Саратов Ему 30 лет Рост 185 сантиметров, вес 72 килограмма, 200 граммов Профессиональный рекорд, 5 боев Во всех одержанной победы и 4 нокаута Чемпион IBO International And the Red Conor, the fighter from Saratov, Russia His professional record, 5 win, 4 YBO and account Please welcome Артём Чибатарёв Ну что ж, боксеры представлены. У нас очередной топ, бывший любительский, Артем Чеботарев. Артем Чеботарев участник Олимпийских игр, участник чемпионатов мира, чемпион Европы, чемпион мира. Очень хорошая карьера в любителях. Четырехапник, если не изменяет мне память, чемпион России в категории до 75 килограммов. Правда в Рио не очень удачно выступил Артем. Боксировал он тогда в категории 81 килограмм и вылетел достаточно рано. Но, с другой стороны, сейчас у него есть вся шанса о себе заявить. Причем соперник, хочу отметить, очень хороший соперник. Хавьер Франциско Массиэль. Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Второй визит Хавьера Франциско Массиэля в Екатеринбург. В марте 11-го года он уже боксировал здесь против Дмитрия Пирога. Тогда проиграл по очкам. Ну, он тогда, в общем-то, Пирогу не дал показать свои лучшие стороны. Да, бой был скучноватый, но, как сказал Дмитрий, главное победа. Он, в общем-то, всегда это так. Хавьер Франциско Массиэль также дважды бился за звание претендента на титул чемпиона мира. После проигрыша Пирогу как раз-таки он выдал серию из побед, причем много было побед досочных. Но встретился с ездным в Великобританию. А в октябре 2013-го года проиграл тогда местному бойцу Брайану Роузу. Проиграл раздельным решением судей в очень близком поединке. Победитель того боя Брайан Роуз получил шанс, чтобы биться за звание чемпиона мира, кстати говоря. И второй претендентский бой у Массиэля был во время прошлого года во Франции. Тогда он проиграл очень хорошему боксеру Мишеню Соро. Проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Семь поражений у аргентинца. Два из них, ближ два досрочных, достаточно прочный боксер, опытный еще раз хочу сказать. Но вот свой предыдущий бой, который случился в августе этого года, Массиэль, к сожалению, для себя проиграл, проиграл по очкам практически в одну калитку Уильяма Наро-младшему, высшему сопернику Геннадия Головкина. И для аргентинца это уже четвертый поединок за год. В общем-то, достаточно плотный график. Ну а Артему, опять же, топу, не топу, вернее, проспекту, да, некогда разгоняться. Ему надо показывать уже сейчас хороший бокс и прорываться на вершину профессионального бокса. То есть любителям у него это получалось. А сейчас Дмитрий Бивал, которого он выиграл уже чемпион мира. Да. А Артем Чеботарева фактически в воду только заходит еще по колено. Вот, кстати говоря, еще один соперник Артема Чеботарева будет биться в ближайшее время. Петр Хамуков, который в марте пришел профессионалом. Так что у Артема, кто знает, может быть, будут поединки против Бивола и против Хамукова. Попробуй. Если. Ну, ему добивалось, как минимум, добраться еще надо. Ну и в весе, кстати, подняться, соответственно. И Артему надо доказать, что вообще он на самом деле проспект. И что он готов на этом уровне боксировать. Поэтому данный бой, в общем-то, будет достаточно показательным. Определяющим даже какой-то стеренем. На данном этапе карьера Артема согласен. Я видел его бой в Самаре. В Саратове. В Саратове. В Саратове. Из-за первых был плохой на Кулавале. 25,2 поражения всего лишь. Нормально поединка с Артемом Чеботарева. Масиэль. Второй раунд. Кабьер Франсиско. Что сказать по Масиэлю. Такой заблочник. Ну, очень, как бы, неплохо защищается именно блоком. Так сидит за бруствером защиты. И может ударить. Может ударить. Причем жестко и сильно. Есть у него, у него достаточно большой процент досрочных побед. Еще расскажу. Из 33, 23 выиграл досрочных. Ну, вот Артем сейчас подходит на дистанцию удара. И непонятно. Начинает трясти головой. Ни Джеба. Непонятно, как он будет начинать. За счет чего он будет бить. Ну, так прощупывает, может быть, второй раунд подряд пока. Ну, прощупывать надо Джебом. Если ты вышел на дистанцию удара, там надо уже бить, видимо. То есть слишком осторожно, слишком аккуратно действует Артем пока. Но, в принципе, Мессиэлю не привыкать. Ему не привыкать. Он за свою карьеру, а начал он ее в далеком уже 2007 году, 11 лет по профи выступает мужчина. Он видел всяких, все типы боксеров. Его удивить чем-то сложно. А кто-то удивлять не надо. Надо просто делать действия, которые приведут к тому, что или партнер провалится, или раскроется. А он не раскрывает, просто поколачивает по нему. И потом делает паузу. Благо, что этими паузами Мессиэль пока не пользуется, да? А он может работать первым номером. Тот же бой с Монро. Он работал первым номером. Другое дело, что Монро, боксер техничный, который не заряжался на удар, а просто перещелкал одну калитку аргентинца. Артему нужно ручки-то поднимать. Вот Артем уже несколько раз две атаки произвел, боковой, левой, правой. По защите и даже не попытался ее обойти. И прямолинейненько немножко, да? Да, да, да. То есть для такого любителя, такого уровня, в общем-то, простенько достаточно, он боксирует. То есть пока не вскрыл, да, аргентинец, на твой взгляд? А вот сейчас хорошо было и боковой, и короткий слева. И сейчас сквозь бокс, кстати, прошел его, и батарелый льда. То, что Мессиэль пережидает, это нормально именно для него. Если боец, и его соперник крупнее, и габаритнее, он, в принципе, работает вторым номером. Вот сейчас хорошо встретился. Кстати, был период у Мессиэля в карьере, когда он уходил на категорию ниже. Первый средний вес, по полу делал 69 килограммов. Но он видно, он меньше Артема. Артем выступал на Олимпиаде в Рио в категории до 81 килограмм. То есть, тут, я так думаю, что не гонял практически. Вообще, полюбителям выступал 75. По профи заявлен, как средневестный, что это до 72 килограммов 600 граммов. Ну и поезд WBO Intercontinental, соответственно, владелец поезда заходит в топ-15 по этой версии. Ну, по любой из ведущих версий. Соответственно, если бы это был IDF Intercontinental, он бы зашел туда. А это версия WBO. Все нормально. Все на ножке. Бам-бам. Бам-бам. Раскатай его. А дальше сейчас не целью. Ну вот представьте, сейчас он заходит, выигрывает. Заходит в пятнашку. И представим, что сейчас топы его на свободную защиту. И давайте посмотрим на тот бокс, который сейчас у нас происходит. Ну да. Средневестный переполнен сейчас сильными ребятами. Это и Канело Альварес и Денни Джейкобс. Голос-печеный чемпионов бьет. Ну и вот. Деревянченко, да? Деревянченко, да. Который проиграл Джейкобсу, но в близком поединке. Здесь же такой, в хорошем смысле слова, здоровый контакт Джермал Чарло. И поэтому Артему нужно демонстрировать тот бокс, который будет, ну как минимум, где-то рядом с этими товарищами. По печени очень мощно пропустил. А с Маселем не надо сделать. С Маселем такой, к слову стартер, начинается медленно, но потом разгоняется. Он не может, он может прибавить. Вот зря встал, зря встал Чеботарев к канатам. Вот зря, надо ему щемиться к канатам, что называется. А надо-то все ли шаг в сторону сделать и все. Вот этот правый классный, но он без подготовки. Ну чуть-чуть отвлеки его. Вот уже лучше, левый просто хотя бы дистанцию выставил и не провалился. И видно, Маселем ждет этот правый жесткий. Дай ему то, что он ждет. И удар слева по печени или левым боковым. Вот, он ждет его. И сразу же левый боковой обводящий удар. Но он начал слева, он начал слева, закончил правый. А он бьется в закрытую дверь, а эту дверь можно уйти и залезть в окошко. Ну чуть-чуть гибкости ума, вот он такой любитель крутой. Если к сердцу путь закрыт, можно в печень поскучаться. Да, да, да. Но с другой стороны, может быть, Артем тоже держит в голове, что бой возможно пройдет всю дистанцию и готовится именно по второй половине. Может быть, наша задача, как комментаторов, что-то зрителям было интересно. Может быть, не с верующим где-то так. Интриги добавлять немного. Но мы сегодня, мне кажется, в этом полу... Добавили. Даже где-то треста. Хорошая работа от Василия. Смотрите, как он перехватил Чеботайова. Отлично. Справа аргентинец зарядил мощное. У нас вообще в России средний вес немножко пустан. А все потому, что Чеботайов позволяет ему давить и обострять. Джеба нет. О чем я говорил. Джеб, он выставляет дистанцию. Он останавливает, разрушает атаку. Вот видишь, Джеб, левая рука была впереди, а он все равно его пропустил. Как так? Так он Джебом должен был его остановить, встретить, сместиться чуть-чуть. Ох! В разрез сейчас справа-то. Как попал аргентинец опасно. А аргентинец какой в бокс-рейке? У меня, к сожалению, не указано, но хороший. Он хороший бокс-рейк. А вот не указан. К сожалению, не указан. Нет, да? Нет. Он высоко стоит. Где-то в сотни ходят точно. В сотни. А если не 50. А после этого боя один из них заходит в 15-м. Да. И так, дорогие друзья, четвертый раунд у нас. Шавья Франциско Масиэль против Артема Чепатарева. Напомним, на каму пояс WBO Intercontinental в среднем весе, который принадлежит российскому боксеру. Это весовая категория до 72 килограммов 600 граммов. 60-й в рейтинге мировом у нас Хавья Франциско Масиэль и третий в рейтинге Аргентины. Хорошо сейчас встретил Чебатарев, но мало одного удара. Низковато ли руки у Чебатарева? Ну вот слово «внимательно» я не понимаю. Внимательно, когда человек стоит и ничего не делает, он должен быть внимательным. А когда он контролирует дистанцию, когда он контролирует, вот как сейчас, вот. Джеб перешел на корпус, Джебом остановил. Вот такая работа и должна была. Почему ее сразу же-то не было? Отлично, отлично. Контроль Джебом загрузил руками и опять на контроль Джебом. Куда ты на него лезешь? Аргентинец опасным. Там Аперкут выстрелил навстречу. Другое дело, что по количеству донесенных... Опять подошел. Вот смотри, опять подошел на дистанцию удара без Джеба. Но это ладно Масиэль, а если это будет Канелло... Он как даст больно. Правда, есть шансы, что Канелло может уйти на категорию выше. У него уже в декабре бой до звания чемпиона мира во втором среднем весе. Это 76,2. До Канелло, как до Китая пешком еще. Я просто... Привел пример. Да, ребята же стремятся именно попасть в топы. И вот этот бой позволяет где-то там рядом находиться в пятнашке одной из самых главных организаций профессионального бокса. Ну и бокс должен соответствовать. Это не потому, что я так критично настроен. А потому, что это правда. Да, да, да. То есть тебя, коллега, пока Артем не впечатляет в этом поединке? Пока нет. Так, провокационный такой вопрос тебе задал. Пока нет. А не... Считаешь ли ты, что может быть где-то Артем понимает, что соперник непростой и где-то так осторожничает? Я же не говорю, что он должен бежать вперед и колотить. Просто некоторые моменты боя он просто просаживает. Вот сейчас вот Лика классный. Он джебом... Ну вот все то, что надо. И джебом, да. Вот здесь он даже где-то Бивола напоминает. Контроль левая смотрит, когда его противник открывается и бьет справа. Ну нужна стабильность какая-то. Если он это может делать, почему-то не делает в других эпизодах боя. Ну вот это как раз таки, наверное, да, признак класса именно. Когда ты все делаешь вовремя и постоянно. А он некоторые моменты боя просто проваливает. Ну он еще учится. Наверное. И смотри, джебом придержал. Опять право и джебом придержал. Класс. Ну вот я думаю, знаешь, как коллеги. Есть на работе какие-то определенные. Они же все равно знали, кто будет соперника. Они готовились к населению. Послушаем. Так, правый на правую. Раскатай. То есть бить побольше, в общем-то, на самом деле. Ну и позже. Ты, видимо, с этим сленгом знакомый, переводишь. Ну да. Ну вдруг кто-то первый раз решил посмотреть краткое содержание предыдущих раундов. Так, аргентинец пошел вперед, решил. Хватит щениться к канатам. Но Арцем не отдаёт этому центру. Вот понимаешь, с хорошим же ударником, нокаутером, а там куча в этой весовой категории. То есть можно просадить вот буквально секунду, один эпизод и снесут. Поэтому, да, он весь бой должен вести под контролем, не терять. Должен постоянно быть внимательным. Вот он дергает, а дергает головой, а должен дергать рукой. Вот представь, да, что на месте Массиэля был бы, например, Давид Лемье. Известный канадский нокаутер. Да, да. Не очень техничный, но он так вот зайдет на среднюю дистанцию, как хлопнет. С ним вообще нельзя пропускать ни одного удара. А он здесь Артем уже сколько пропустил. Благо вот этот товарищ, ну не такой нокаутер. Поэтому, собственно, с ним есть тем же, да, он постоянно на джибе его держал головками. Конечно, конечно. Он контролировал пространство перед собой. Когда есть пространство, есть время, во-первых, среагировать. Чем длиннее дистанция, тем больше времени на реакцию. И самому выбрать момент для нанесения уже удара. Подготовить атаку. Конечно. Так, у нас пятый раунд тем временем в этом поединке, который, ну, наверное, Артем выигрывает. Да, куда джеб делся? Ну, это не джеб. Вот он, видишь, подходит без джеба. Ну, и в итоге, как говорим на клинчу. Так. Он джебом должен заставлять реагировать своего соперника на джеб. И, исходя из его реакции, готовить атаку. Да, да! Ну, вот сейчас как-то бестолково все было немножко. Да. Какой-то стабильности нет. Такие классные эпизоды. И они чередуются вот с такими бестолковыми абсолютно. Вот сейчас хорошо попал. Попал, попал, Артем, но отпустил. Не рискует. Видно, видно, не рискует. Потому что иногда, когда хлещет на встречу аргентинец, я думаю, Артем прочувствует удар на себе и думает, лишний раз я не буду рисковать. Наверное. Так, думай. Так, будь ли спорт в концовке? И от кого? О, хорошо сейчас было. Но под конкурс. Да. То есть, коллега, нет стабильности в действии с Чеботовым? Да, да, да. Он в каких-то эпизодах очень хорош, а в каких-то он их просто проваливает. Но, тем не менее, бой, наверное, выигрывает. Да, несомненно. То есть, у Масееля шанс на победу только если он нокаутируется. Ну, или включит там какую-то вторую-третью скорость и просто перебьет. То есть, пока по количеству точных ударов по контролю ринга... Артем лучше, конечно. Ну, я, честно говоря, Масееля не помню, чтобы он так прямо выбрасывал безумное количество узаров. Там бы еще и точку же, сколько я его боец не смотрел. Но, если вспоминать его поединок против Дмитрия Пирога, там Дима опасался. Там Дима опасался. Плюс у Димы уже тогда были проблемы со спиной, насколько я помню. Ну, вот у Артема, если задача просто выиграть этот бой, то он выполняет. А если задача именно заявить о себе, да, сказать, что я тот человек, на которого можно ставить, которому можно делать большие бои, потому что меня зрители увидят и после этого захотят посещать мои бои, в этом смысле, я думаю, это не тот бой. Хорошо, тогда задам вопрос такой. От соперника здесь зависит что-то? Ну, конечно, соперник же сопротивляется. Если бы соперник, от соперника ничего не зависело, его бы как грушу подвесили, он бы его колотил. То есть было бы то же самое, что было в Челябинске с Бразильцем? Ну, видимо, я не... Там очень быстро все закончил. Вот такие бои расхолаживают, я думаю. Сейчас по корпусу хорошо было Артема. Так, 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 так. И клинч. Ну, Масиэль, по-моему, начинает разваливаться просто уже. Ты про тоннаж пропущенных, которые накапливаются? Может быть, не тоннаж, он просто такой пассивный. Он как спойлер начал вести бой. Он перестал обострять. Мы видели даже обмен на средней, на ближней дистанции. Сейчас, видишь, практически этого нет. Его задача перекрыться, где-то повиснуть на нем. И, может быть, навстречу попасть. Идти, убежать, удержать. То есть он пока не обостряет. Может, где-то вот попытаться, как сейчас, достать. И то даже он не попытался даже ударить сразу же, как спойлер пошел вперед. То есть твое впечатление, мнение, что Масиэлю, Чеботарёва нечем брать? Ну, я не вижу, во всяком случае, того инструмента, за счет которого он мог бы что-то... Изменить. Да, да, да. Во втором, в третьем раунде что-то там было. Были, да, удары жесткие. А сейчас, мне кажется, он поизносился. Хотя дистанцию в 10 раундов легко проходил очень часто Кабьер, Франциско и Масиэлю. Я видел таких спойлеров, которые вообще не нанося ни одного удара... Выигрывали поеду. Выигрывали, не выигрывали, проигрывали. Но они выживали, не без синяков выходили, их задача была выжить. И при этом ломали бокс тому боксеру, под которого их привозили. То есть он смотрелся неубедительно. Самые неприятные соперники это спойлер. Да, да, да. И вот сейчас аргентинец понял, что ему нечем взять Артема. Да, хоть испорчим настроение. Да, он выживает просто, ложиться не хочет. Вот, все, ручки прихватил. И Капу выплюнул на всякий случай. Да, продублировал. Я думаю, это чисто технический шаг был со стороны аргентинца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вот и смотрите, опасность сейчас ответил Аргентинец. Да, 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 он периодически выстреливает так хорошо. Но такой вот, если смотреть не на экран, а смотреть именно вот как мы сидим ринг-сайд в ринг, ощущение нервное такое немножко, нервное. А он Артема усыпляет, постоянно движется от него, избегает боя, а потом останавливается и врубается в него периодически. И вот здесь, в общем-то, зависит, вот как сейчас, зависит, зимнет Артем, не зимнет, и насколько сильный удар у Массиеля, да. Потому что вот ненужный удар иногда пропускает он. И не обязательно. Вот как сейчас пропустил слева по крови Артема. До этого, правда, хорошо попал по конкурсу справа. По конкурсу хорошо, да, после таких люди, в общем-то, складываются пополам. У Массиеля еще раз из семи поражений, лишь два досрочных. Проигрывал он досрочным настоящим заправским нокаутером. Стоп! А, прошу прощения, одно поражение досрочное от Мишеля Саро. Мишель Саро такой нокаутер настоящий. Патентованный. А на заре карьеры было досрочное поражение у Массиеля техническим нокаутом. Но там постички. Проиграл чисто постички. По-моему, в углу у Массиеля тот же человек, который уже сегодня выступал. По-моему, на Херман. Восьмой раунд. Восьмой раунд. Центр ринга за Артемом Чеботаревым. Артем никуда не спешит. Да, его пропустил справа, только потому что на дистанцию удара стоит и ничего не делает. Абсолютно. Мне кажется, где-то даже сознательно вытягивает Чеботарева на себя Массиеля. Как ты сказал, коллега, усыпляет, да? Ну, наверное. Практически ничего сейчас не делает аргентинец. Полностью свобода действий, соответственно, у Артема Чеботарева. Ну, он не пытается перекрыть, как бы, аргентинец вдоль каната свободно ходит влево-вправо. Не обрезает вообще угол. Да, 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 да. Да, вроде бы хорошо. Ну, то есть аргентинцы пока, в общем, ноги спасают, да, в этой ситуации? Ну, я просто и не увидел, что аргентинец убегает. А Артем тоже, видимо, чувствует, что он его как бы тянет на себя. И после ударов сразу же разрывает дистанцию. Аргентинец хочет перехватить. Опа! Вот только возникла ситуация, он сразу же включился. И он абсолютно не устал. Я думаю, что аргентинец-то свежий. Да, да, да. Такой он опытный, удав такой. Удав. Да, 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 да. Но у него прозвище «Ла Бестия» в переводе с испанского «зверюга». «Звер». Ну, будем считать, что рептилия. Рептилия. Гликок опять по печени мощно ударил. По печени, как Валерий Попенченко. Хорошо. Артем, но аккуратно нужно здесь быть. Аргентинец может хлистнуть в любой момент. Головой опасно, Артем, просто. И уже можно сделать... При других условиях могут и предупреждения уже здесь сделать. Ну, там устное Виктор Панин сделал. Так, и... Ой, как встретил. Так, и паста по корпусу выбрасывает. Вот встал Аргентинец. Он спа суда стоит. Не, 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 не. Он стоит, ждет момент для удара. Да, да, да. То есть на дальний он не может дотянуться, а на ближний есть у него шансы появляются. Он видит, Артем не вкладывается и не раскрывается. Но он стоит, у него руки, плечи развернуты. Он в любой момент готов хлистануть. Вот как сейчас. Артем постоянно голову вставляет туда под челюсть. Достаточно опасно. Но проверили. Не самый, наверное, зрелищный раунд мы посмотрели, но тем не менее. Ну, в общем-то, неплохо здесь действовал. Причем бой делает Масиэль. Да, то есть у Артема что-то получается не потому, что он создает условия. А Масиэль иногда останавливается именно для того, чтобы эту рутину затянуть Артема. И как только условия создаются для его контратаки, он сразу же включается. То есть такими действиями Масиэль не выиграет, но у него есть шанс подловить. То есть он пытается именно подловить. Артем, естественно, выигрывает этот человек. Не спи, только не жди. То есть если так, потом кидается, где-то на встречу. Но есть же ситуация, бывает. Когда человек поединок выигрывает, причем явно в одну калитку, потом бам, пропускает и привет. Ну, я думаю, Артем не пробитый. Да, и у Масиэля не такая артиллерия. Вот по корпусу, да, это опасно, непонятно, в какой момент куда может попасть. Потому что даже пропустив голову, можно встать, отбегаться. А если пропустишь в печень, уже все, она спазмируется, там тяжело отойти. Ну, мало кто вставал после пропущенных по печень. А вот Масиэль держит руки, да, это же усталость накатывает. Руки становятся тяжелыми. Закисляются где-то даже. Мне кажется, не стоит Артем, он туда, на ближнюю-то, ломится. Да, вот он пытается стрелять. И сместись чуть-чуть. И в корпус, да, туда. Масиэль, да, ждет, когда раскроется, да, и перехваты делает. Вот по корпусу опасно, кстати, слева пробил аргентинец в предыдущем эпизоде. Мне больше всего кажутся самыми опасными вот удары по корпусу. Ох, какой левый боковой сейчас скушал Артем Чеботарев. Перед этим правый кросс какой-то сумасшедший. Ох, разозлелся Чеботарев, наконец-то. Но, смотрите, да, не заводись внимательнее, кричат тренера Артема. Они тоже видят, что... Во, во, да. Вот если, видишь, он не боится, врубается. Потому что я вижу у Артема удары такие, как горох, они летят. Их вроде много, но они его не сбивают с прицела. Он прямо ждет вот момент, когда нанести удар. Я думаю, что аргентинец понял, что можно жить с такими ударами, можно их держать. Но он их не держит, он же не пропускает их, он на руки принимает. Нет, но там были чистые моменты, которые пропускают. Они уже ослаблены за счет того, что они прошли сквозь руки. А по корпусу же попадал батарейка? Не, я имею в виду, когда вот эти серии... Понял. Опять головой. Но, мне кажется, стоит Артему на корпус переключиться все-таки. И поработать именно с дистанцией по корпусу. Благо, что не встречая джебом его, причем сознательно аргентинец. Это мое мнение. Ну, это аргентинец уже жалуется, что постоянно головой его бьет Артем. Может такое быть. Вот сейчас он готовил апперкот, но Артем не пошел вперед. Аперкот мимо был. Вот он, вот он ждет, ждет. Руки! Артем стал сбивать его, да, после ударов сбивать с ног, как бы затягивать. Рассечение, по-моему, я прошу по ощущению, что перебил. Рассечение есть у аргентинца. Там кровь. А он кровь показал еще вот в нескольких эпизодах назад. А вот опять Артем головой. Да, да, подбородок, затылка. Ох, если он сейчас попал, аргентинец, что было бы? А он неуступчивый, смотри, он в конце пошел сам вперед. Мы с тобой говорили, да, что опыт, опыт, великая вещь. Великая, да. Причем видно, что Массиэль не изношенный боями тяжелыми. То есть он такой, очень собранный. Резерв, прочность и эти физические ресурсы. Вот сейчас правая на правую, просто удар немного на цель. Опять вот головой где не ударили. А у вас чистый левый, кстати, был хук у Артема, прошел чистый левый в предыдущем эпизоде. А вот здесь по защите, да, согласен. А вот он вот этой серии, даже вот видишь, сквозь руки ударил, но зацепился за руки. И удар уже ослабленный хорошо. Массиэль все принимает на себя. И смотри, баланс с ног не снимает, у него ноги заряжены. И он в любой момент готов выстрелить. Да, да, да. Почему я говорю, нельзя ложиться на канатах. Когда ты лежишь на канатах, ты не сможешь перехватить атаку. Дамы и господа, заключительный раунд боя. Ну вот в конце такой интересный стал уже захватывающий. Поддержим боксера. Но опять же усилиями Массиэля. Да. Будет ли Артем Денис рисковать в 10-м раунде? Хочет ли он выиграть вообще? Я не думаю. Единственная его задача попытаться все-таки встретить. Шанс на точный удар на встречу. Да, да. Я не думаю, что он этот бой выигрывает и может его выиграть. Вот просто перебоксировать. По очкам вряд ли. Да. То есть шанс только выиграть нокаутом. Но я думаю, что Чебанарев это тоже понимает. И подставляться не собирается. Смысл, да? То есть ты бой выигрываешь, да, пускай гидрой очень зрелищ. А вот понимаешь, это психология любителей. Выигрывая, все побегай. Опять он себя продает. Опять в смысле продает, но не как продажный человек, а как боксер, которого должны хотеть... Ты прозрелищник. Да, ставить в главные бои, показывать по телевидению. А люди должны хотеть его боевидеть. Артура Гатти, извини, что перебил, не был чемпионом мира по одной, по престижной версии. Точнее, не очень долго. Но все помнят Артура Гатти. Независимо от того, дал он за пояс или нет, полный зал был. Да, да, да. То есть я вот такую налогию провел. Да, и боксер сам заинтересован. Зарабатывать вот эту зрительскую симпатию. Хорошо попал. И добавить бы здесь Артема. А чтобы мы с тобой не говорили, зрители сами сделают выводы. Запомнят они эту фамилию? Пойдут они на этот бой или не пойдут? Нет, если в следующий раз этот бой будет главным боем вечера. Ну, такая боксерская грязь, да, так прихватить за шею, пригнуть. Да. О, хорошо попадает сейчас Артем, но не стал развивать. А пасается немножко. Но здесь хорошо сейчас была Асселия. Неплакая. Вот апперкоты. Отлично. Вот Артем штурмует эту крепость. Нужна атака вторым темпом. Смотри, когда перекрестился Масей, он все на себя принял, потом опустил руки. Если бы в этот момент Чапатарев ударил, по открытой цели. Ну, Артем молодец, молодец в конце 10-го раунда. В хорошем смысле слова подзавелся. Хочет, хочет себя ярко показать. А Масей, видишь, не готов идти в обмен, в рубку. Ему надо именно перехвачивать. Он или вяжет, да, вот ударил. Если дает возможность Артем, он бьет. Как только бьет Артем, он пытается его сковать. Чил. Заканчивается раунд и бой, соответственно. Ну что ж, ждем решения судей. Лично для меня все очевидно. Более чем, но тем не менее. Вот такая вторая половина боя неплохая прошла. Кое-что получалось у Масиеля. Ну и Артем не стоял, тоже боксировал. То есть не надо близко к сердцу нашу где-то какую-то критику воспринимать. И близко к печени тоже. Да, да, да. Потому что, чтобы мы не говорили, ваше место в боксе только вы сами себе можете определить своими боями. Говорим мы, а в рюмке находитесь вы. Да, да. Бестия молодец. И опять-таки, да, коллега, для Артема это огромный опыт. Ну и плюс соперник, который 60-й сейчас в рейтинге. То есть, по идее, дача должна быть позиция уже только выше. 61-й. Артем в России. Масиель 3-й в Аркентине. Артем 3-й в России в своем месте. Давненько со времен Дмитрия Пирога не было в Российской Федерации чемпиона мира в третьем месте. По основным версиям. Посмотрим. Одно время возлагались надежды на Арифа Магомедова, но, к сожалению, он начал проигрывать и немножко... Большое спасибо за все. Подставка. Вот здесь Артем Чеботарев, есть Артур Осипов. Артур Альберту Олеговичу Сталенко, Алексею Рафаиловичу. Андрею Геннадьевичу. Большой привет Андрею Геннадьевичу Добаякову. Большое спасибо, большой привет от нас. Судя по отзывам, хорошо, что есть в России люди, которые бокс поддерживают в конечном итоге. Поддержку за этот вечер. Обожарные дорогие, итак, представляю вам, счет судейских записок. По-моему, 190 должно быть в поеде. Женщик Скорка, судя Ольгант Еврович, 9991, Артур Альбурев, Найдена, 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 Найденаеван. Ньорк Белки, 99-91, Найдена, 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 Найдена. Еще один судья про он треволюбов антур Аргентинцу. Дмитрий Болдырев. Найдена, 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 Найдена. Победу единогласным решением в суде одержал и стал новым чемпионом WBO Интерконтиненталь и победителем, и новым WBO Интерконтиненталь чемпион Артём Чеботарёв! Поезд был вакансным, я всю дорогу говорю, что поезд поднежит Артём, он в общем на пророче. Дорогие друзья, в честь яркой победы Артёма Чеботарёва мы приготовили для вас это видео. Внимание на экран! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ты что, опаздываем! Приехали! Приехали! Пока, мам! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неправильно бьёшь булки на место, просто. Субтитры сделал DimaTorzok